Почему нельзя печалиться и грустить? Что говорят хадисы об этом? Ищите ответ на shakir.com. Ссылка в описании. Мы начинаем с восхваления Аллаха. Мы ищем Его помощи и просим Его о прощении. Мы ищем защиту Аллаха от собственного зла и от дурных последствий наших дел. И никто не собьет с пути того, кого Аллах наставляет на путь истинный. И никто не наставит на путь истинный того, кого Аллах собьет с него. Я свидетельствую, что лишь один Аллах достоин поклонения. И я свидетельствую, что Мухаммад, мир ему и благословение, его раб и посланник. Сегодня мы будем говорить о том, как быть духовным атлетом. Быть духовным атлетом. И подготовиться к Рамадану. У меня есть интерес к занятиям спортом. И у меня было желание. Не то, чтобы я был реальным спортсменом. Но если вспомнить, наша школа была очень спортивной. Как бы то ни было, у меня есть интерес к занятиям спортом. С точки зрения физических тренировок. А также с точки зрения психологических тренировок. Даже измерения в занятии спортом являются также духовной тренировкой. На самом деле, чтобы вы стали очень хорошим спортсменом, вы должны быть мастером в трех сферах. В трех сферах. В физической сфере. И вот почему множество людей думают. Множество людей представляют, чтобы быть атлетом, это просто нужно быть пригодным и быть сильным. И по определению, если ты хочешь стать спортсменом, то тебе надо тренироваться. Так, например, в конкретной области, в которой у меня есть некоторые знания и большой интерес. Это горный велосипед. К примеру, хороший спортсмен по горному велосипеду, в дисциплине по спуску с горы, и дисциплина по спуску с горы на горном велосипеде довольно проста. Вы поднимаетесь на самую вершину горы и спускаетесь вниз. И тот, кто придет первым быстрее вниз, выигрывает. Вот и все. Очень просто на первый взгляд. Но там нужна особая техника. Это очень опасно. Это очень трудно. Это требует затраты колоссального количества сил и навыков. Эти люди едут на невероятных скоростях по камням, падают, прыгают. Это реально удивительно, то, что они делают. И вы смотрите на них и думаете, да эти ребята сумасшедшие. Но если ты занимался этим с 11 лет и ко времени с 16 или 17 лет, ты понимаешь, что это вполне нормально для тебя. Но суть в том, что если ты хочешь состязаться на высшем уровне, минимум то, что ты должен делать, это проводить полтора часа тренировок в спортзале каждый день, кроме одного дня, в котором ты будешь отдыхать. То есть крупные спортсмены, они делают все именно так. Каждый день они тренируются в спортзале. И это не то, что вы, возможно, представляете себе о тренировках, типа, это все просто так. Нет, это надлежащая интенсивная тренировка в течение полутора часов. И теперь я хочу спросить вас. Просто в совершении обязательной молитвы, как долго это продолжается? Ваша обязательная молитва. И сейчас я не говорю даже о сунне муаккада, о ваших ночных молитвах, если вы все же совершаете, конечно, эти вещи. Сейчас речь просто о фарде. Сколько вы думаете это отнимает в день у вас времени? Нет, каждый намаз отнимает от пяти до десяти минут, да? В общем, 25 минут. 25 минут. Теперь, когда мы молимся и совершаем намаз, мы состязаемся, соревнуемся за что? За рай. На самом деле, Аллах, Свят Он и Велик. И это то, что говорится в Коране. Братья, как это слово звучит на арабском? Что означает состязаться? Аллах говорит, состязайтесь за прощение от вашего Господа и за награду, величина которой равна небесам и земле. То есть за рай. Состязайтесь. Аллах говорит нам. То есть мы должны быть, как состязающиеся друг с другом и соревнующиеся друг с другом. Состязайтесь за рай. То есть сам Аллах дает пример этого состязания. Это выглядит, как соревнование. Но взгляните. В мире спорта вы видите людей, соревнующихся и состязающихся за то, чтобы быть на пьедестале. И этот пьедестал в дисциплине, например, с которой я знаком. Там представлены 60 мужчин-конкурентов. Женщин и того меньше. Их очень мало. Но в целом мужчин 60-62 элитных гонщиков. И все они конкурируют за три места. Первое, второе и третье. Поверьте мне, никто даже не вспомнит о тех, кто пришел вторым. Не вспомнит о тех, кто пришел третьим. Такое бывает крайне редко. Люди помнят лишь тех, кто пришел первым. Если они помнят, то только об этом. И я хочу, чтобы вы подумали над этим. Спортсмены, как правило, это люди, которых уважают, которыми восхищаются. Я должен сказать, что на человеческом уровне, и сейчас я не имею в виду духовный уровень, на человеческом уровне они заслуживают восхищения и уважения. Потому что, поверьте мне, у них тренировка не только физическая, у них тренировка также и умственная. Лучшие спортсмены, они сильны не только физически, они сильны и духовно. Что я имею в виду под духовной силой? Под духовной силой я имею в виду, что они в состоянии преодолеть множество преград и множество неудач. Это и есть сила духа. Сила духа – это способность преодолеть неудачи. И это нечто, с чем спортсмены сталкиваются постоянно. Например, поражение. Для них поражение – если ты не номер один, если ты не выигрываешь, то ты неудачник. И это происходит вновь, вновь и вновь. Некоторые люди на самом деле даже не восходят на пьедестал ни разу за всю свою спортивную карьеру. Но они не сдаются. Даже если это командный спорт. Неудачи наносят травмы. Иногда травмы угрожают жизни. Иногда они являются травмами, которые приводят к завершению карьеры. Однако люди возвращаются после травм, чреватых окончанием карьеры. Они возвращаются. И это уже полностью другой вид силы. Есть физическая сила. И я видел это сам в сфере спорта. Были люди, которые имели все навыки. Их навыки были удивительны. Они были способными и сильными. Но они не имели силу духа, потому что состязания отнимают особый вид силы. Особый вид соперничества. Силы и способности, чтобы брать себя в руки снова и снова. После неудач. Я говорю об этом всем, мои братья и сестры, потому что есть очень сильная связь и совпадение между тем, что мы понимаем из мира спортсменов и нашей духовной жизнью как мусульман. Одна из вещей, которую вы слышите, это то, что говорят люди сегодня. А это... Да, я верю в Бога, но я не верю, что религия организовывает. Знаете, я всегда находил это смешным. Потому что вся цель религии – это организованность. Религия – это как систематизированная спортивная духовная программа. Поэтому я назвал эту лекцию «Будь духовным атлетом». Представьте, вы скажете спортсмену или спортсмен скажет, «Я верю в спорт, но я не верю в организованную спортивную программу обучения». Хорошо, некоторым людям это может и сойдет с рук, но над большинством людей будут смеяться. Это похоже на то, что вы никогда не достигнете вершины, до тех пор, пока вы не будете очень организованы и не просвещены не только в своих тренировках, но и в своей диете. И это крайне интересно. Заметьте, спортсмены не могут есть все подряд. Вы думаете, что вы будете истинным спортсменом и состязаться на высшем уровне и просто уплетать за две щеки булочки, шоколадные батончики и мороженое? Или индийский хлеб? Или индийский плов? Нет. Единственная вещь, в чем вы будете состязаться, это большой живот. В этой особой дисциплине. Нет. Они очень строги к тому, что едят. Очень строги. На самом деле, иногда даже небольшой дисбаланс, просто употребив сладкий напиток, когда вы не должны это делать, может буквально свести на нет вашу результативность. Это повысит ваш сахар в крови. Вы не можете сжечь жир, который намеревались. А если вы состязаетесь, например, в длительном состязании, вам необходим будет другой вид метаболизма, который сжигает вашу выносливость, уже по-другому. Также, если вы будете употреблять неправильную еду, вы не будете в состоянии состязаться, ваше тело буквально отключится. То есть, вот таков мир спорта. И я говорю, что ислам на самом деле дан нам Аллахом, как тренировочная программа. Он говорит нам, состязайтесь за прощение, состязайтесь за рай. И Аллах дал нам тренировочную программу. Вы никогда не станете конкурентно способными. Духовно. Вы никогда не преуспеете на духовном уровне. Вы никогда не достигнете этой цели. Вы никогда не доберетесь до этого пьедестала, пока не будете следовать программе. Вам необходимо следовать программе. И программа заключается в пятикратной молитве. Это абсолютно базовый уровень. И, конечно, в первую очередь у вас должна быть правильная акида, правильное вероубеждение. Вы должны верить правильного Аллаха, Святого и Великого, пророков, ангелов, Писания, посланников, в божественные приказы плохого и хорошего. И во все остальные вещи. Ваша вера должна быть правильной. Это основа всего. А затем вы должны молиться пять раз в день. И это базовый минимум. И так же, как и в любом спорте, здесь есть большие крупные мероприятия. Большие крупные события, к которым все готовятся. Во многих видах спорта есть сезоны. К примеру, сезон футбола или сезон велогонок на горном велосипеде, который по обычаю проводят летом. Может быть, шесть, семь или десять больших соревнований, к которым готовятся, где одно соревнование проводят более особенно, чем другое. Итак, у нас тоже имеются такие же вещи. И, конечно, в некотором смысле, текущие события являются частью тренировок. Все это происходит вкупе. И, как вы и подумали, в нашей религии есть также некоторые большие мероприятия. У нас есть некоторые большие мероприятия, мероприятия, ради которых мы должны тренироваться. И одним из этих мероприятий является Рамадан. Рамадан определенно является одним из больших мероприятий. Так? Аллах говорит нам о Рамадане в Коране. И это очень сильный аят из Корана. Над некоторыми мы реально должны поразмыслить. Аллах говорит, «О те, которые уверовали, вам был предписан пост подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы станете богобоязненными. Итак, Рамадан имеет цель. А целью Рамадана является приобретение вами богобоязненности. То есть, это и есть его приз. Этот приз ты должен получить от Рамадана. Это приз, который вы должны получить от Рамадана. Итак, я дам вам пример. Представьте, вы зашли в супермаркет с тележкой. И тележка у вас пустая. И вы вот так катаете эту тележку по всему супермаркету. И выходите из него с той же пустой тележкой. Что в итоге вы приобрели в супермаркете? Ничего. На самом деле, ты утомился попусту катать эту тележку. Так? И пророк, мир ему и благословение, Аллах сказал, что некоторые не получат ничего от своего поста, кроме голода и жажды. И некоторые люди не получат ничего от своих ночных молитв, кроме усталости. И в этом заключена оценка, которую вы можете сделать сами. Вы можете сделать самооценку сейчас. И в этом заключается часть подготовки. Спросите себя. Сделайте оценку вашего уровня богобоязненности прямо сейчас. Что такое таква? Таква — это вид внутренней сознательности. Это трудно описать. Это духовное. Это вид внутреннего состояния. И это внутреннее состояние — это состояние осознанности того, чем будет доволен и чем будет недоволен Аллах. Это часто переводят как «страшиться Аллаха». Но это не совсем так. Конечно же, это измеряется страхом. И ученые часто объясняют, что таква — это щит, который защищает вас от наказания Аллаха. Так часто акцент делается на защите себя от адского огня, защите себя от наказания Аллаха, защите себя от грехов. Так люди, которые имеют такву, чья богобоязненность на высшем уровне, они очень осведомлены о вещах, которые могут навредить им. Очень осведомлены о том, что такое харам. Очень осведомлены о том, как держаться подальше от того, что мы называем харамом. Это и есть тот человек, у которого есть таква. Таква человека — это держаться подальше от харама. Возможно, они даже держатся подальше от харама и осторожны даже в тех вещах, которые приведут их к хараму. Например, рукопожатие с противоположным полом, оставаться наедине с женщиной в комнате. Так? Смотреть на какие-то вещи, слушать какие-то вещи. Возможно, эти вещи сами по себе не являются большими грехами. Но из-за чего они запрещены? Так это из-за того, к чему они могут привести. Возможно, у человека, например, есть таква. И он не только держится подальше от злословия. Он, например, если есть группа людей, которая позволяет себе злословить, он даже не будет сидеть с ними. Потому что он знает, к чему может привести этот путь. Например, Умар, который описывал богобоязненность, или Абу Хурейра, я сейчас не помню, кто это был из них. У кого-то из них спросили, что такое таква. Он ответил, тебе когда-нибудь приходилось идти по тропе, на которой были заросли колючек? Он ответил, да. И что ты тогда сделал? Я засучил мои рукава и стал их рубить. И он сказал, это и есть таква. Видите? Нужно быть очень осторожным и очень медительным. Теперь Рамадан это то, что выстраивает вашу богобоязненность. Итак, взгляните на себя, оцените себя и спросите, какова моя таква? Каков мой уровень богобоязненности сейчас? Насколько я страшусь и осторожен? И какие меры предосторожности я принимаю, чтобы уберечь себя от неповиновения Аллаху? каково мое отношение как там послушание? Насколько я забочусь о своих молитвах? Видите ли, сегодня со мной случилось большое несчастье. Очень, очень большое несчастье. Я поясню. Это было на самом деле потрясение. я стал банкротом. Я потерял все. Да, я потерял все. Я потерял все, потому что я совершил глупость. Не нарочно. Но я потерял все это. Теперь я могу искать для себя оправдание. Я не знал, я не сделал это нарочно, я был в новом часовом поясе. Это все правда. Но я сказал себе, ты правда так думаешь? И одно из тех вещей, которые я обучился в духовной стойкости спортсменов, это то, что нет оправдания. Ты не можешь оправдываться за свое плохое выступление. Ты выступил плохо, потому что ты недостаточно усердно тренировался. Так что знаешь, что, Абдурахим? Если ты реально страшишься Аллаха, то, когда ты приедешь в Катар, ты посмотришь в интернете и проверишь, когда наступает время молитв. Ты должен сделать это заранее. Ты не должен знать, пока люди это выяснят. Ты должен идти и смотреть. И если я не поступлю так, то что произойдет? Я пойму, что я не чувствую Аллаха вообще, как чувствуешь Его ты, Абдурахим. Потому что ты знаешь, что есть время, в котором ты должен это делать. Ты, приехав в новую страну, должен проверить время молитв заранее, чтобы думать всегда, когда моя молитва, когда я могу совершить ее. Азан прозвучал, я спрашиваю, «О, братья, это на Аср?» Они отвечают, «Нет, это на Магриб». Вот это и есть трагедия. Я теряю все, потому что пророк сказал, «Тот, кто пропустил Аср, потерял все свои поступки». Такие теряют все свои поступки. Видите? Если у человека есть реально таква, его менталитет отличается. Они думают заранее, они подготавливают себя. Это и есть быть духовным атлетом. Духовного атлета не так легко поймать. Итак, вы можете оценить уровень своей богобоязненности прямо сейчас. Подумайте об этом. Каково ваше отношение к халялю и хараму? Как ты зарабатываешь свои деньги? Как ты их заслужил? Каковы твои взаимоотношения с людьми? Каковы твои манеры? Каковы ваши манеры? Ваши манеры приличны? Это часть богобоязненности. Оцените себя. Сделайте это сейчас. Братья и сестры, которые сейчас нас смотрят в Фейсбуке, сделайте это сейчас. Оцените себя. Посмотрите на свой уровень. Где находится уровень вашей богобоязненности? Потому что сейчас мы в 10-12 днях от Рамадана. И вы должны быть уверены, что как только вы вступите в Рамадан, ваш уровень должен быть высоким. Я имею в виду, что Рамадан – это тренировка, и в то же время событие. Это и тренировка, но также и событие. Это два объединенных события. Само по себе это событие тренирует вас. И вновь, опять-таки, для каждого спортсмена это такая же реальность. Каждое состязание – это просто тренировка к следующему состязанию. Итак, и событие, и часть тренировки. Каков должен быть Рамадан? Давайте посмотрим на некоторые моменты. Рамадан, иншаллах, если вы будете соблюдать его правильно, он повысит вашу богобоязненность. Для начала давайте поймем некоторые важные вещи. «Пост» – это не только про еду и не только про питье. Нет. «Пост» – это понимание, что если вы воздержитесь от еды и питья, и сексуальных взаимоотношений, и это, можно так сказать, самое основное, что исходит от наших примитивных желаний. Часто в психологии они говорят, что мы имеем разные личности. Не бывает просто вашего «я». Есть первобытные стороны. Они называют это разумом шимпанзе или первобытным разумом. Или некоторые говорят «разум ящерицы». В любом случае, что-то вроде этого. И даже в исламской терминологии они называют это животными инстинктами. Навсом. То есть, это и есть наши основополагающие страсти. Почти животные инстинкты. И по отношению к ним, на самом деле, труднее всего сопротивляться. Они очень сильны. Эти желания очень, очень сильны. Они требуют больших навыков. Они на самом деле требуют усилий, чтобы обучиться тому, как их контролировать. И одним из прекрасных примеров, как по мне, я думаю, является пример езды на лошади. Кто-нибудь из вас ездил на лошади? О, один-два человека. Всего пару человек. Хорошо. Я имею в виду, что было время, когда много людей ездили на лошадях. Был такой вид транспорта. И верховая езда на лошади – это довольно страшная вещь. И о том, что вы верхом на лошади. Это животное может скинуть вас, может побежать с вами. И обучиться владеть лошадью – не так и легко. Это сочетание силы, характера, решительности. И вы должны показать лошади, кто хозяин. Это очень тонкие вещи, не так ли? Это понимание природы животного. Так? Вы должны понимать природу лошади. Это не просто грубая сила. И это схоже с тем, как вы контролируете свой нафс. Поскольку лошадь намного сильнее вас, но вы умнее. Вот поэтому вы должны использовать свой ум, свой разум, свой интеллект, чтобы контролировать свой нафс. Это и есть то, чему ущет нас Рамадан. Рамадан обучает нас одной очень важной вещи. Ты должен контролировать свой нафс. Потому что, если вы на самом деле решили не есть и не пить, и несмотря на то, что вас мучает жажда, и вы очень голодны, и вы имеете очень сильное желание интимной близости, но вы можете контролировать это. Это значит, что другая часть вас, ваш разум, ваша воля берет верх над вашими страстями. И это очень важно. Но теперь поразмыслите над этим. Зачем вы злословите на кого-то? Задумайтесь хорошенько над злословием. Зачем вы говорите плохие вещи о другом человеке? Зачем? Подумайте об этом. Зачем? Зачем вы это делаете? Скажите мне. Братья и сестры, Зачем вы злословите? Зачем один человек злословит о другом? Зачем? Зачем вы клевещите на другого человека? Зачем вы лжете о другом человеке? Зачем? Давайте подумаем об этом. Зачем вы думаете, что вы лучше, чем другие? Зачем? В чем польза? В чем польза от этого? Это все возвращается к разуму шимпанзе, не так ли? Как шимпанзе, как обезьяны, как собаки. Так? Серьезно. Как волки, как собаки. Все они дерутся друг с другом, чтобы стать вожаком стаи. Почему в мире шимпанзе, в мире обезьян, глава получает всегда всех особей женского пола? Особь мужского рода получает там постоянное удовольствие. И он единственный там, пока другие там пытаются прокрасться и сделать то, что они хотят. Но глава шимпанзе, вожак шимпанзе, получает всех особей женского рода. И та же самая идея. Если я на вершине, много денег приходит ко мне, много женщин возле меня, множество того, множество этого. То есть, в своей основе больше злословия и больше клеветы происходит из-за того, что в вас преобладает больше разума шимпанзе, разума обезьян, животных инстинктов. В этом вся суть. Это часть ваших страстей. Это как часть тебя, например, чувство голода или чувство жажды. Это часть наших животных инстинктов, чтобы самоутвердиться на вершине. И, конечно, нет в этом позитивного ничего. Так? Я имею в виду, что нужно быть на вершине в том смысле, чтобы Аллах поощрил нас. Аят Корана, о котором мы говорим. «Состязайтесь за прощение, состязайтесь за рай». Например, много изучать Коран, хотя вы не должны этого делать на показуху, но вы должны состязаться друг с другом, чтобы запомнить книгу Аллаха, обучаться знаниям, совершать молитву и так далее и тому подобное. И вы не должны делать это на показуху. Это не то, как вы должны это делать. Вы должны состязаться за прощение и состязаться за рай. И, конечно, если вы будете это делать на показ, это сведет на нет ваши дела. Я просто напоминаю об этом. Но это здоровый вид конкуренции. То есть, возвращаясь к смыслу, пост это не просто не есть и не пить. Это о том, как контролировать свой язык, о том, как не злословить, не клеветать, не лгать. Потому что все эти вещи, если подумать о них, исходят от чего? От вашего нафса. Ты просто следуешь своим низменным инстинктам. Поэтому пророк сказал, Аллах не нуждается в посте человека, даже если он отказался от еды и питья, если он не откажется от злых речей и поступков. Видите? Итак, пост является очень важной целью. Он напоминает вам, что вы должны себя самоконтролировать. Не отдавайтесь вашим низменным инстинктам. Другая польза Рамадана – это то, что шайтаны сковываются. Это облегчает нам подчинение Аллаху Святому Великому. Это очень важно. И многие из нас пренебрегают этим. Рамадан – это время не только слушать Коран, в чем, конечно же, тоже есть польза. Но сколько в этом пользы, если вы будете просто его слушать и не понимать? Вы действительно должны попробовать попытаться понять, о чем говорит Аллах. Потому что, если у вас будет связь с книгой Аллаха Святому Великому, у вас будет связь с Кораном. Тогда вы будете осведомлены о реальности. Реальность такова, что эта жизнь коротка. Вскоре мы предстанем перед Аллахом. Будет день суда, ад и рай. Коран напоминает об этой реальности постоянно. А затем… А затем он говорит нам о том, что Аллах любит в нас, и что Аллах хочет от нас через айбада, через молитвы, через нрав, через поступки. От чего Аллах хочет, чтобы мы держались подальше? От каких харамных вещей хочет Аллах, чтобы мы удержались? То есть, когда вы будете читать Коран и понимать его, вы будете осведомлены. И это будет увеличивать вашу богобоязненность. Все это будет увеличивать вашу богобоязненность. Не только с точки зрения понимания того, от чего вы должны держаться подальше, но это также укрепит ваши способности делать это. Итак, Пророк, мир ему и благословение, в этом месяце, в котором мы находимся сейчас, это была привычка Пророка, мир ему и благословение, поститься много в этом месяце. На самом деле, он не постился так много в другие месяцы, как в этом месяце. Потому что это была тренировка. Как я сказал, что Рамадан – это тренировка, а также и события само по себе. То есть, даже Пророк, мир ему и благословение, подает нам в этом пример. И задумайтесь над многими прекрасными вещами. Подумайте об омовении. Задумайтесь об азане. Задумайтесь о том, каким был Пророк, мир ему и благословение. Они говорят, что когда Пророк, мир ему и благословение, слышал азан, его состояние менялось. Его состояние тут же менялось, да благословит его Аллах и приветствует. Он менялся. Почему? Потому что когда он слышал азан, он уже заранее подготавливал себя. Он готовил себя психически, физически и духовно. Молитва – это на самом деле знаменательное событие. Мы возводим наши руки и предстаем перед Аллахом, Свят Он и Велик. Мы встречаемся с Аллахом, Свят Он и Велик. Восхваляем Его, взываем к Нему и молим Его. То есть, это очень серьезная вещь. Молитва – это крайне серьезная вещь. То есть, если вы задумаетесь, вуду – это такая же подготовка себя. Не только, конечно же, для очищения вашего тела. Это тоже важно. Но почему это важно? Потому что это формулирует состояние ума и духовное состояние. Это подготавливает нас, когда мы предстаем перед Аллахом, Свят Он и Велик. Хадж – это еще одно большое событие. Крайне большое событие. Хадж – это большое событие. И одна из вещей, которые люди не понимают о хадже… Ты слышишь, как они говорят «Хорошо, хорошо. Ты знаешь, что я собираюсь повеселиться всю свою жизнь. А затем, когда я состарюсь, я сделаю таубу и совершу хадж». Это как сказать «Я буду пить пиво и есть всю нехорошую еду, есть чипсы и сидеть целый день и смотреть телевизор. А затем я побегу марафон, когда мне будет 50. Затем я совершу марафон». Вы думаете, что у вас это получится? Что произойдет, как вы думаете, если человек будет делать все это, всю свою жизнь, а потом просто решит, когда ему стукнет 50, побежать марафон? Что произойдет? Он будет в состоянии сделать это? Сколько они там бегают? 50 миль или 100 миль? Я сейчас не помню, марафон 50 или 100 миль? 50 миль. Он не сможет этого сделать. Хадж затруднителен. Вы не можете жить сумасшедшей жизнью, а затем просто сказать «Я совершу хадж». Потому что хадж полон испытаний. Хадж реально тяжелый. У вас должно быть терпение. Люди будут оскорблять вас. Люди будут совершать всякие сумасшедшие вещи. Вы увидите такие вещи в хадже, которые вы никогда бы себе не представили. И вы должны быть терпеливы ко всему этому. Не драться, не спорить в хадже. Потому что драться, спорить и пререкаться в хадже недопустимо. То есть это отнимает годы обучения, терпения. Итак, когда вы будете у Каабы и будете делать дуа со смиренностью, с ихлясом, эти вещи забирают множество жизненного времени, чтобы им обучиться. Может быть, некоторые люди не совершают хадж до старости, потому что тренируют себя к этому. Они знают, что у них есть только один шанс. И для многих людей так. Именно так, братья и сестры. Есть момент, где у многих людей есть только один шанс, и возможно, его больше не будет. Для многих людей он так и не настанет. Либо они терпят неудачу, либо на них нападают бандиты. То есть всякие тяжкие испытания, совершение хаджа – это серьезный вызов. Это серьезная возможность. Вы можете и не вернуться. То есть люди реально готовятся для этого – физически, психически, духовно, денежно. Итак, братья и сестры, мы в состязании за прощение Аллаха. И Рамадан – это время прощения. Рамадан – это очень особое время прощения. На самом деле Пророк, ﷺ, сказал нам, пусть нос такого-то будет стерт в пыль, который встретил Рамадан, и ему не было прощено. Как вы можете встретить Рамадан, ощутить Рамадан, пребывать в Рамадане и не заслужить прощения от Аллаха? Потому что возможностей так много – поститесь в Рамадан, и вам будет прощено. Совершайте ночные молитвы в Рамадан, и вам будет прощено. Даже в самом Рамадане есть одна ночь – лейлетуль-кадр, которая лучше, чем тысячи месяцев, которая дает множество возможностей. Кто будет молиться в эту ночь, тот получит прощение. То есть, есть множество возможностей получить прощение в Рамадан. Даже если вы не можете поститься, вы можете накормить других. И помочь им прервать пост, не в прямом смысле, конечно, но тот, кто дает что-то на пост, чтобы человек разговелся во время ифтара, то он получает награду. Вы поделите награду с постящимся. Столько возможностей за хорошие поступки в Рамадан. Видите? Сколько возможностей получить прощение. Итак, братья и сестры, давайте попытаемся сделать особенным этот Рамадан. Как насчет всех нас? Мусульман повсюду. Мы можем совершить намерение прямо сейчас, еще не поздно. Я сделаю этот Рамадан самым лучшим для себя, иншаллах. Я сделаю этот Рамадан лучшим. Я реально попытаюсь выйти из этого Рамадана, заполучив богобоязненность. Я буду бояться Аллаха больше, чем делал это до этого. Я буду больше поминать Аллаха, чем делал до этого. Я буду больше чувствовать в себе силы и желание отдалиться от Харама и совершать то, что является дозволенным, чем делал это до этого. И по правде, братья и сестры, честно говоря, это то, как вы можете изменить мир. Только так вы можете изменить мир. Если вы реально хотите изменить ситуацию на нашей планете, часто самые большие изменения происходят из-за маленьких вещей, что мы совершаем каждый день в нашей жизни. Небольшие добавочные улучшения. И это, кстати, еще один секрет, который мне известен у спортсменов. Вы не можете, как я уже говорил, вот так встать и пробежать марафон. Иногда такое случается, и это правда. Иногда какой-нибудь парень выскакивает из ниоткуда, которого никто не видел прежде, его никто не знал, и он совершает нечто удивительное. Но на самом деле, и это интересно, я вновь говорю о той дисциплине, с которой я знаком. Дети в наше время начинают ездить. Они начинают ездить на велосипеде. На самом деле, они начинают ездить конкурентоспособно в возрасте, например, 11 или 12 лет. В мотокроссе, к примеру, это возраст, с которого они начинают мотокросс. И это не мотобайк. Это очень конкурентоспособный вид спорта, особенно в Америке. Там буквально, как ребенок начинает ходить, они сажают его на мопед. И они обучают их с 11 лет. Если не с этих пор, то у них нет шанса. У них просто нет шанса. Их тренируют с 11 лет. Субханаллах. Но как стать хорошим? Вы станете хорошим через небольшие добавочные улучшения. Именно так. Просто делайте понемногу каждый день. Совершенствуйте себя. Шаг за шагом. Регулярно и повсеместно. Шаг за шагом. Только так. Небольшие добавочные улучшения. Будьте внимательны. И не забывайте о том, что вы делаете так же и в исламе. Пророк, мир ему и благословение, сказал, более любимыми для Аллаха поступками являются те, которые совершаются непрерывно, даже если они будут маленькими. Эти регулярные дела – это то, что оказывает реальное воздействие. Итак, все мы должны измениться. И мы должны обязать себя внести эти изменения. Не думайте о каких-то больших драматических событиях. И это на самом деле то, где шайтан поджидает нас. Из-за этого мы, как правило, часто впадаем в крайности. Как некоторые наши братья, к сожалению, которые совершают немыслимые вещи, взрывают себя, взрывают других людей, убивают детей и женщин, почему-то не думая. Почему? Потому что для себя они хотят одно драматическое событие. Потому что они, возможно, насмотрелись много голливудских фильмов – Бэтмена, Супермена, Лигу Справедливости, всяких мастеров, я не знаю, каких-то супергероев, Новых Мстителей. Они много насмотрелись этих вещей, и они думают, что это геройство, эти большие сражения. Нет. На самом деле, реальные перемены происходят в основном от тех небольших улучшений, что ты делаешь изо дня в день, шаг за шагом, медленно и не торопясь. Так давайте же возьмем на себя обязательства, братья и сестры, измениться в этот Рамадан, иншаллах. Давайте думать о себе как о духовных атлетах. Это все мы. Вы можете быть не самым лучшим физическим образцом. Нет в этом проблем. Вы можете думать, что у вас не самый зрелищный ум, возможно, у вас нет этого, это не имеет значения. Аллах не смотрит на это. Аллах смотрит на ваше сердце, на ваш иман, на ваше духовное развитие. Это действительно крайне важно. И вот почему нам надо сосредоточиться над этим, развивать себя духовно. Будьте людьми богобоязненными. Будьте людьми, которые истинно поминают Аллаха. И Рамадан – это большая возможность поступать так. Да воздаст вам Аллах благом, братья и сестры, за то, что слушали. У нас будут вопросы? Нет? Хорошо, раз не будет вопросов. Да воздаст вам Аллах благом. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.